Музейная память Реальный смысл, а их понимание помогает исторической самоидентификации нации. В то же время современные музеи — это не закрытые хранилища, а интерактивные площадки, которые помогают прикоснуться к прошлому, чтобы выбрать верный путь в будущем. В Могилёве прошёл третий национальный форум Музея Беларуси. Это одно из наиболее важных культурных событий в стране. Музейный форум даёт уникальную возможность раз в два года собрать в одном месте ведущих музейных профессионалов, ценителей искусства и обычных жителей. Музей в это время становится открытыми площадками, а сам форум сопровождается насыщенной деловой и демонстрационной программой. На мой взгляд, сегодня, конечно, музеи должны стать не только местом хранилища, накопления, но это, в первую очередь, должны стать информационно-образовательным пространством города, где будут и школьники, и студенты, и в том числе и зрелые, пожилые люди получать не просто удовольствие от созерцания, не только изучать историю, но в общем-то, в первую очередь, образовываться в том пространстве, в котором мы с вами живём. Торжественное открытие третьего национального форума Музея Беларуси состоялось в спортивном комплексе «Олимпиец». Своей экспозиции здесь представили 120 государственных, ведомственных и общественных музеев. На выставочно-экспозиционных площадках каждый из музеев представлял материалы, отражающие его специфику. Здесь были продемонстрированы лучшие проекты, программы и публикации за последние два года. Тема третьего форума – это новая креативная экономика, музеев новой креативной экономики, конечно, не областится и без них такого конкурентного подхода. Тому конкурс, тому пораунание, кто легче, кто уже працует. И подведение вынеку один раз в два года – это то, чем отразняется этот форум от такой, случайно, штудённого процесса работы наших музеев. Возглавила жюри Третьего национального музейного форума руководитель одного из лучших музеев мира, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Мне очень понравилась какая-то живая, креативная атмосфера, которая царит, атмосфера очень заинтересованного взаимного общения. И то, что стенды разных музеев показывают, что вне зависимости от того, сколь мал или сколь значительен этот музей, действительно, сегодня в каждом из этих музеев работает большое количество молодых людей, которые предлагают какие-то новые креативные решения даже в рамках весьма стеснённого, как и во всём мире, музейного финансирования. Все экспозиционные площадки Третьего национального форума Музея Беларуси были интерактивными. Они не только впечатляли разнообразием экспонатов, но и напоминали ярмарку современных инноваций и технологий. Во время обзорной экскурсии по экспозициям форума можно было погрузиться в атмосферу прошлого и поучаствовать в интересных мастер-классах, например, напечатать собственную книгу вместе со Спиридоном Соболем. Люди почтенные, читатели добрые, бьёт челом вам подданный великого короля Владислава Жигимонтовича из богоспасаемого града Могилёва Спиридон Соболь. А в экспозиции Бобруйского краеведческого музея можно было отпраздновать еврейский Новый год и попробовать традиционные блюда праздничного стола. Яблоко обязательно обмакиваем в мёд, чтобы следующий год был хорошим и сладким. Морковка кругленькая, напоминает монетки богатства, символ благосостояния и богатства, которое нужно каждой семье. Конечно, ещё на еврейский Новый год едят халу. Вот в эти праздники она круглая, полная, чтобы год был полным, хорошим и чтобы жизнь наша была цельной. Во многих экспозициях музеев были презентованы разнообразные предметы из коллекции фалеристики и вооружения разных периодов белорусской истории. Походный сундук французского офицера 1812 года, который остался здесь после сражения у деревни Салтановка-Дашковка. Можно было совершить прогулку по уменьшенной копии музея, чтобы познакомиться с жизнью и бытом любимого писателя или композитора. Виртуальная подороже по дому музею Адама Мицкевича. Выглядит макета, какие алюстровые реальные залы сегодняшней экспозиции. Как известно, за инновациями будущее, именно поэтому на отдельных презентационных площадках нестандартные подходы и креативные идеи в области музейного дела были продемонстрированы с помощью современных технологий. Посетители форума смогли увидеть ряд разнообразных инноваций, от проекционного оборудования до сенсорных киосков. Вот у нас фотография и вот такой пазл предлагаем сложить своим посетителям. Таких фотографий у нас здесь в исторической мозаике несколько, поэтому можно играть сколько угодно. Национальный исторический музей представил новую разработку – виртуальную экскурсию по Кревскому замку времен Витовта. В очки дополненной реальности вставляется смартфон с закачанной картинкой, и человек испытывает полный эффект присутствия на крепостной стене замка. Поделитесь впечатлением, что вы видите, я думаю, что примерно то же самое, но действительно ощущение, что ты просто стоишь на крепостной стене замка, на крепости, и обезвиваешься вокруг, при этом картинка меняется. Третий национальный форум наглядно продемонстрировал – музей Беларуси богатый и разнообразный по своему наполнению. Но для привлечения средств необходимо искать новые современные подходы к работе с посетителем, становиться все более открытыми и интерактивными. Кроме основной площадки форума активно велась работа и в музеях Могилева. В Могилевском областном музее имени Павла Масленникова состоялось открытие выставки изобразительного искусства XIX-XX веков и творческая гостиная с участием студенческой молодежи и председателя жюри Зельфира Трегуловой. О выставочном зале Музея истории Могилева прошла презентация книги о могилевском печатнике XVII века Спиридоне Соболе. Книга о первопечатании в Беларуси – уникальный проект, аналогов которому в нашей стране пока нет, подчеркнули минские издатели. Выказали великую цикавость не только доследчики белорусские, а и замежные, с якими мы так само выдавали эту книгу. Мается на вазе – российские, польские, украинские, литовские. Усе они имели дочинение подрихтовки этой книги. Мне подается, что выпуск такого выдания, присвеченного книга Друкованню Могилевскому, вельми символичны. И оно, в повинном сенсе, починает подрихтовку до святкования 500 годзи белорусского книга Друковання. Это мы можем сказать про ужровень краины. И сегодня Минавида Могилевская область распочинает такую працу. Такого выдания немае ни Витебщина, ни Минщина, ни никакий инший регион нашей краины. Натурально иншим треба подтягиваться, чтобы мы до святкования юбилея уже займели таки фольян. Главной темой форума объявлена музейная экономика и менеджмент. Поэтому традиционно площадками для обмена опытом стали лекции, дискуссии, тренинги и мастер-классы с участием белорусских и зарубежных экспертов. Профессионалы в сфере музейного дела из России, Польши, Литвы, Швеции, США и других стран. Учитывая главную тему форума, вопрос о сотрудничестве музеев Белоруссии и стран ближнего зарубежья стал ключевым. В рамках деловой программы обсуждались идеи новых интересных проектов, например, совместная выставка музея Белынинского беруле и Третьяковской галереи. И в рамках 145 года, с дня на рождение нашего салавута Мастака, якин належит корнями тут на Беларуси народився, уславив не только Беларусь, але и вогули, и весь свет наш мастацкий. И он належит до сусветной мастацкой супольности. Мы откроем наш филиал, причем не просто откроем филиал, а откроем с выставкой с Державной Третьяковской галереи уже подобраны творы русских мастаков, кола Белынинской беруле с имя, кем он учился, с имя, кем он супросовничал, с имя, кем сибровал и працовал. А так само будет такой отметной особливостью работа Исаака Левитана над вечным покоем, который он писал на даче Чайки у Белынинского беруле, у Тверской губернии. На пресс-конференции участники форума сошлись во мнении, музей Беларуси целеустремленно движется в правильном направлении и становится все более современными, мобильными и интерактивными. А это, в свою очередь, привлекает все больше посетителей. Главное, эту планку не опускать. Я увидела как раз то, что я очень надеялась увидеть, и то, для чего подобные форумы, наверное, и существуют. Я увидела очень такую приподнятую, очень творческую и очень дружелюбную атмосферу. На самом деле, подобного рода форумы необходимы для того, чтобы люди могли встретиться, люди могли посмотреть то, что делают их коллеги в других музеях. Люди смогли напитаться какими-то идеями и мыслями, которые подтолкнут их к каким-то дальнейшим действиям. По подготовке и проведению третьего национального форума была проделана огромная подготовительная работа. В роли исполнительной дирекции выступил Могилевский областной краеведческий музей имени Романова. Мы, конечно, безмерно горды, что в музее области взяли 5 дипломов практически во всех номинациях, в 4 из 5. Это говорит о том, что музейные учреждения в нашей области развиваются динамично. И в целом, как музеи республики, ищут свое место в новом, меняющемся информационном мире. И музеи, конечно, сейчас находятся в поиске. И форум это ярко продемонстрировал. На торжественном закрытии третьего национального форума было сказано много добрых слов в адрес участников. Все музеи показали высокий уровень экспозиционно-выставочных проектов и воплотили в жизнь множество творческих идей. А потому определить лучших из лучших членам жюри было непросто. В каждой из пяти номинаций жюри определило победителей. Представители Могилевщины также оказались в их числе. Могилевский областной художественный музей имени Павла Масленникова был награжден дважды. Музей получил диплом первой степени в номинации за лучшее представление музейной экспозиции форума за проект «Трогательная выставка», организованной совместно с детской арт-студией Геккельберия. Мы рисуем буквы, что обозначает «Бабочка», «Кахани». Наша выставка называется «Трогательная выставка». Это выставка специально для детей, и мы хотим привлечь очень маленьких детей. И это такая вот попытка привлечь маленьких детей в серьезную музейную деятельность, так, чтобы им было это комфортно, весело и интересно. Второй диплом Могилевский областной художественный музей имени Павла Масленникова получил в номинации «Лучшее музейное издание». Мы можем не только полюбоваться и посмотреть в экспозиции, но также посмотреть, как научно обрабатываются коллекции музейного сбора. Демонстрационная площадка Могилевского областного краеведческого музея была посвящена 400-летию книгопечатания Могилевской школы. Она не только вызвала живой интерес у зрителей и специалистов, проект удостоился диплома второй степени в номинации «За лучшее представление музея» на экспозиции форума. Лауреатом, занявшим второе место в номинации «За лучшую культурно-образовательную программу» стал Бобруйский краеведческий музей. В нашем музее с 2014 года действует программа «Дай руку дружи», которая знакомит с обычаями разных народовых культурой белорусской, польской, еврейской и культурой других народов планеты, потому что наш город является столицей международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Полученные награды для участников форума – не только оценка их деятельности и подтверждение заслуг. Это, скорее, стимул на пути к будущим профессиональным победам. Музейщики Беларуси уже сейчас начинают подготовку к 4-му национальному форуму, который должен состояться в Бресте в 2018 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова